Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания Freshforex. Сегодня у нас четверг, 5 часов вечера по Москве, и в это время по традиции проводим тематический вебинар. Сегодня тема нашего вебинара – торговая система «Импульс». Для начала необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Отлично, большое всем спасибо. Тогда мы начинаем наш вебинар. Для начала рассмотрим основные правила построения торговой системы, и уже затем перейдем непосредственно к самой торговой системе «Импульс». Необходимо выделить, что торговая система – это набор правил, по которым мы открываем и закрываем свои торговые позиции. То есть разделяю два типа трейдеров. Трейдеры системные, которые торгуют по торговой стратегии, то есть по торговой системе, имеют четкие правила для обхода и выхода из позиции, а также трейдеры интуитивные, бессистемные, то есть они открывают свои торговые позиции, а также закрывают их уже чисто основываясь на интуиции. То есть здесь никакой торговой стратегии нет. Мы же в первую очередь стремимся к системному трейдингу, и поэтому проводим вебинары по торговым стратегиям. Мы уже проводили в нашей компании торговый вебинар по системе следований за трендом, также отбой от уровней. Кто не смог присутствовать на этих вебинарах, вы всегда можете посмотреть видеозапись на нашем сайте freshforex.ru в разделе обучения и видеоуроки. И вот сегодня мы рассматриваем еще одну торговую стратегию торговой системой импульс. Для начала необходимо выделить четыре главных правила построения торговой системы. Первое правило это позитивное ожидание. Позитивное ожидание это свойство системы в целом быть прибыльной на достаточно длительном промежутке времени. То есть данное свойство определяется не с отношением количества прибыльных и убыточных сделок, и ведь поскольку система может быть прибыльной даже при небольшом количестве сделок, если они все будут высокодоходными. Данный параметр, он определяется тем, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования должна быть выше нуля, то есть мы должны получать именно доход, а не убыток. Если у нас это правило соблюдается, значит у нас присутствует позитивное ожидание. Малое количество правил. Второе правило построения торговой стратегии. необходимо отметить, что еще никто точно не смог определить, сколько же необходимо в итоге иметь правил. Кто-то указывает на то, что необходимо иметь много правил, чем больше правил, тем лучше. Кто-то наоборот говорит о том, что трейдик необходимо сводить к простоте. Чем меньше правил, тем лучше. На мой взгляд, все же необходимо именно придерживаться второго правила. Чем меньше правил, тем лучше, потому что если у вас будет очень много правил, допустим, у вас будет такой, скажем, салат индикаторный, есть такое выражение в трейдерской среде, поэтому я сейчас его и применил. Допустим, много индикаторов, трендовые осцилляторы и те индикаторы, допустим, которые сами трейдеры придумали. То есть очень много индикаторов, плюс еще используют фундаментальный анализ, плюс смотрят за другими рынками. Допустим, если вы торгуете валютный рынок Форекс, только валютные пары, то здесь также участники смотрят еще и на, допустим, другие рынки, на то же самое золото, нефть, на фондовые площадки. В общем, очень много всего намешают. В итоге, через некоторое время сами приходят к тому, что очень много правил построили, очень много всего сюда напихали, в эту торговую систему, и очень сложно разобраться в ней. Поэтому все же, чем меньше правил, тем лучше. Система должна быть достаточно простой, чтобы показывать достаточно хороший результат, потому что если правил очень много, то вы просто сами можете в них запутаться, особенно если вы, допустим, трейдер начинающий или трейдер, у которого опыт торговли, допустим, менее одного года, то есть который, с одной стороны, начинающий, но в то же время еще не имеет достаточно много практического опыта. Третье правило – это применимость торговой системы. Его тоже нужно учитывать, потому что, допустим, не все торговые стратегии одинаково хорошо работают на всех рынках. Допустим, вот мы сегодня будем рассматривать торговую систему импульс, она очень хорошо работает на валютных парах, а также CFD-контрактах на фондовый индекс. Вот этот алгоритм, который есть у данной торговой стратегии, он именно хорошо подходит для этих торговых инструментов. Допустим, вот есть, вроде бы казалось, одинаковые торговые инструменты. Это CFD на фондовый индекс и CFD на сами акции, на корпоративные ценные бумаги, в первую очередь американские, наиболее популярные, которые есть в том числе и в нашем торговом терминале Медтрейдер 4. Вроде бы казалось все одно и то же. Здесь фондовый рынок, здесь с одной стороны фондовый индекс в целом, корзина бумаг, здесь отдельные индексы, то есть в отдельности. Вроде бы все одинаково. Фондовый индекс, однако, нет. Вот именно этот алгоритм наиболее эффективен все же при торговле индексом, потому что здесь у нас получается такая усредненная доходность, гораздо меньше таких сильных гэпов, и как раз именно этот алгоритм наиболее эффективно подходит для CFD на фондовый индекс. А вот уже CFD на корпоративные ценные бумаги, то есть на акции, он уже практически не подходит. Конечно, он подходит, но тем не менее там результаты гораздо хуже. То есть доходность, она либо минимальная, в некоторых периодах вообще доходность отрицательная, поэтому лучше это не рассматривать. Поэтому, когда вы создаете торговую стратегию, мы всегда должны сами понимать, что не все рынки подходят именно по торговой стратегии. Если вы изначально создавали торговую стратегию, допустим, для пары евро-доллар, то как раз необходимо и внимательно будет дальше изучать другие валютные пары, потому что вы можете с этим столкнуться, что как раз именно на паре евро-доллар она хорошо работает. На других валютных парах она уже либо плохо работает, либо вообще не работает, показывает убытки. Поэтому здесь есть определенные закономерности, которые необходимо всегда учитывать. Поэтому всегда необходимо помнить это правило. Ну и четвертое, главное правило, которое я хотел бы выделить, это контроль риска. Стоит отметить, что не все трейдеры учитывают это правило, очень многие на это закрывают глаза, но тем не менее это одно из таких ключевых правил при построении торговой системы. Это одна из таких важных частей торговой стратегии. Сюда входят все правила, которые направлены на то, чтобы сгладить кривую доходность. То есть, чтобы у вас не было, допустим, сначала сильно у вас доходность идет вверх, потом у вас идет сильный провал вниз. Чтобы не было вот таких вот американских горок, необходимо создавать правила, которые направлены на то, чтобы контролировать риски. То есть, чтобы не было у вас сильных провалов, чтобы все достаточно было ровно, и у вас эквити потихонечку плавно росла вверх. Как раз необходимо этого добиться каждому трейдеру, чтобы не было вот таких сильных скачков, скажем так, не было волатильности по вашей эквити, и тогда все у вас будет хорошо. Также, на мой взгляд, сюда входят еще и правила управления капиталом, риск менеджмент, мани менеджмент, это обязательная часть. Всегда при торговой стратегии, при ее создании, необходимо четко прописать, сколько вы закладываете риск на сделку. То же самое я прописал в этой торговой стратегии. Данную торговую стратегию я смоделировал совсем недавно, и вот сегодня, скажем так, представляю ее на суд общественности, сегодня вы посмотрите, что это, оставите свои комментарии. И вот сразу же здесь, когда я создавал данную торговую стратегию, я как раз четко указал, то есть, сколько риск на сделку при консервативном подходе и сколько риск на сделку при агрессивном подходе. Потому что все мы трейдеры разные. Кто-то, допустим, любит консервативный стиль, кто-то не любит рисковать. Он все же предпочитает, пускай и небольшую, но доходность, с одной стороны, и в то же время он не любит риски. Поэтому данный трейдер, он является консервативным. Но все же большинство трейдеров у нас именно агрессивные, которые, с одной стороны, любят рисковать, то есть, относятся достаточно терпимо к риску. Причем есть такие трейдеры, которые рискуют всем депозитом, есть такое выражение, заходят на все плечи, на весь депозит. То есть, либо все, либо ничего. Стоит отметить, что если, допустим, трейдер вошел в нужное время, в нужном месте, скажем так, в нужную валютную пару, в нужное время, на весь депозит, смог заработать достаточно хорошие деньги, хорошую доходность получить по сделке, у него сразу же окрыляются крылья, и он думает, что все, теперь так и нужно только делать. То есть, скажем так, забыть нужно про весь этот риск-менеджмент, про мани-менеджмент, это все чушь полнейшая, которая написана в книжках, написана она для новичков, для слабаков рынка. Я же все-таки человек сильный, я трейдер, поэтому буду торговать на все плечи, на весь депозит, буду зарабатывать. Поэтому, Виталий, да, вот вы говорите, у вас такие ошибки, вы знаете, такие ошибки, вот у вас сейчас, допустим, происходят, у меня такие ошибки тоже были в начале моего трейдерского пути, я думаю, наверное, такие ошибки были у всех, но, конечно, за всех не могу сказать, но я думаю, процентов у 95-96, может даже и выше, такие ошибки были, потому что у всех у нас был такой период в жизни, когда мы заходили на весь депозит. У всех у нас был такой период в жизни, когда мы очень много рисковали, Я думаю, с этим спорить никто не будет, потому что все же в большинстве своем, конечно, за всех не скажу, но большинство людей, они все же по натуре такие люди агрессивные, имеется в виду агрессивные в плане именно трейдерского пути, то есть трейдинга, то есть торговли, и, конечно, все люди любят рисковать и хотя бы получать гораздо большую доходность, поэтому такие ошибки, они были у всех, и необходимо с этими ошибками всегда бороться, необходимо вырабатывать железную дисциплину. Я в том числе тоже отношусь именно к такому типу трейдеров, которые все-таки используют агрессивный стиль торговли, то есть у меня риск на сделку, он не один, не два процента, он гораздо выше, то есть я тоже предпочитаю все же рискнуть побольше и, соответственно, тоже получить доходность повыше, потому что закон рынка, он всегда годами один и тот же, если доходность высокая, значит и риски высокие, если доходность меньше, значит и риски меньше. Но, с одной стороны, у меня риски, допустим, они тоже неконсервативные, но, тем не менее, они вполне разумные, допустим, у меня нет такого, чтобы я рисковал там 15% на сделку, 30%, 50%. У меня по моему торговому счету, который я уже использую чуть более трех лет, это вот у меня выработалась такая определенная торговая стратегия, я по ней торгую уже более трех лет, и у меня по этой торговой стратегии не было просадки даже 50%, не было просадки 30%. Максимальная просадка 24% она была вот за все время, за три года, и то потом в течение полутора месяцев я сумел восстановиться и выйти в плюс. Тем не менее, даже я считаю, что просадка 24%, вот пускай за такой длительный промежуток времени, за три с лишним года, все равно это достаточно высоко и необходимо все же риски сокращать, над чем я и работаю. Но с тех пор больше такой просадки не было. Поэтому всегда нужно контролировать риски, и мой совет, чем меньше плеч его использовать, тем лучше. Конечно, плечо один к одному, один к дву вообще использовать глупо, то есть бессмысленно, потому что тогда вы ничего не заработаете, но тем не менее, должны быть вполне разумные риски, как при консервативном подходе, так и при агрессивном трейдинге. Рассмотрим уже непосредственно торговую систему Impulse. Я рассказал о четырех основных правилах, о них необходимо всегда помнить, если вы, допустим, создаете свою торговую стратегию, или же вы, допустим, смотрите какую-то другую стратегию, в том числе и вот эту мою стратегию торговой системы Impulse, и также можете ее как-то видоизменить. То есть я вам даю уже готовый образец, готовый шаблон, то есть руководство к действию, но всегда есть, скажем так, творчество, всегда можно что-то подкрутить, что-то исправить, что-то видоизменить. То есть всегда можно что-то исправить. Поэтому сейчас я вам дам уже полный готовый образец, а вы уже сами решайте, подходит вам это или нет. Либо вы полностью будете следовать по этой торговой стратегии, по этим правилам, которые я разработал, либо, допустим, вы что-то измените. Потому что никогда у нас ничего в жизни идеального не бывает, всегда есть какие-то моменты, которые можно подкорректировать. Для начала, значит, нас рассмотрим основные правила торговой системы. Если вот вы, допустим, сами создаете торговую стратегию, то вы должны делать то же самое абсолютно, что положительное мат ожидания. Да, спасибо за комментарии. Мы тоже об этом говорили. Вот если вернусь на предыдущий слайд, позитивное ожидание, как раз именно первое мы рассмотрели. Как раз именно данное правило, данный фактор я и поставил на первое место. На этом слайде он изображен на первом месте. Позитивное ожидание. Вы действительно правы. Так вот, вернемся к набору условий и правил. Если вы сами создаете торговую стратегию, то всегда должны использовать такие вот шаблоны. То есть, вы должны перво ответить на вопрос, какие инструменты будут использоваться для проведения операций. Вот здесь все четко указано. Только валютная пара и севдинофондовые индексы. Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? Временной интервал – часовые свечи. То есть, должны быть четкие вопросы, должен быть четкий ответ. Не должно быть такого, допустим, что какие инструменты будут использоваться для проведения операций. Допустим, здесь по этой стратегии эффективно валютные пары. В первую очередь валютные пары, потому что на CFD сигналы бывают нечасто, но тем не менее они тоже бывают. Но в первую очередь, конечно, именно валютные пары. Там сигналов очень много. И мы уже поподробнее, чуть позже это все рассмотрим. Бывает так, что люди пишут, допустим, валютные пары, CFD на фондовые индексы, CFD на акции, нефть, золото и все остальное прочее, и платина с паладием. А потом смотришь, допустим, на платине с паладием система работает очень плохо. Тем не менее, люди почему-то думают, что если есть торговая стратегия, если они ее сами разработали или, допустим, где-то подсмотрели, где-то увидели, то все. Данная торговая стратегия работает абсолютно для всех рынков. Нет, еще раз нет, для каждого рынка необходимо использовать свои определенные закономерности. Какими индикаторами будем пользоваться? Данная торговая стратегия, она безиндикаторная, в ней нет ни одного индикатора, абсолютно ни одного. То есть мы, по сути дела, как таковой теханализ рассматривать не будем. Теханализ имеется в виду именно математический подход, потому что теханализ делится на графический подход. Анализ графика, как с точки зрения фигур, японских свечей, допустим, и также на математический подход с помощью индикаторов технических. Мы здесь индикаторы использовать не будем. Принцип работы системы. Также необходимо все это четко записать к себе, допустим, в свой журнал сделок, в свою тетрадку, кому как удобно. То есть необходимо четко определить, где мы торгуем, либо по тренду, либо против тренда, либо мы торгуем только в канале. Допустим, есть канал, если кто следит за нашими вебинарами по обзору рынка, который мы ежедневно проводим в 10.30 по Москве, с понедельника по пятницу. Там мы говорим, что у нас пара доллар-иена уже длительное время торгуется в таком среднесрочном канале от уровня 182-12.79. И, соответственно, мы также рекомендуем всегда внизу этого канала, у нижней границы покупать, в нижней области и наверху фиксировать прибыль. Поэтому есть, допустим, такие торговые стратегии. Есть система контртрендовая. Есть тренд, потом люди ждут разворота краткосрочного, такого отскока, технической коррекции. Это еще называют так же. Это все одно и то же, только по-разному называется. И вот люди, допустим, торгуют контртренд. Достаточно, с одной стороны, опасно, потому что все-таки лучше торговать по тренду. И также есть трендовые стратегии. Вот как раз наша торговая система импульс, она как раз относится к числу трендовых стратегий. Мы торгуем по тренду. Следующее ключевое правило, на которое необходимо ответить, это риск на сделку. Для консервативных трейдеров, консервативной торговли это 2% риск на сделку. Что такое 2% риск на сделку, объясню. Допустим, у вас депозит 100 долларов. Вы умножаете на 2%, получаете 2 доллара. То есть 2 доллара, это как раз и есть ваша риск на сделку. То есть, если вы торгуете минимальным лотом 0,01%, 1000 единиц базовой валюты, у вас получается 10 центов. Один пункт, стоимость пункта по основным валютным парам, по другим валютным парам. Необходимо также отметить, что у каждой валютной пары стоимость пункта по-разному считается. Допустим, у пары евро-фунт стоимость пункта гораздо выше. У основных валютных пар это евро-доллар, фунт доллар, доллар-иен. Здесь стоимость равна как раз одному. Один пункт равен именно 10 центам. Поэтому в вашем случае 2 доллара риск на сделку. Получается 2 доллара делим на 10 центов, 20 пунктов. Вы можете рисковать. Если вы агрессивный трейдер, используете агрессивный стиль торговли, 4% риск на сделку. То есть, уже от 100 долларов. 100 долларов это просто условный размер депозита. Условный пример. Еще раз подчеркнул. Значит, 4% это 4 доллара. Делим, если минимальный лот, 1000 единиц базовой валюты. То есть, 0,01 лота торгового. У нас один лот равен 100 тысяч единиц базовой валюты. Тогда мы получаем уже 4 доллара делим на 10 центов. Получаем 40 пунктов. Мы можем рисковать. Я надеюсь, с этим все понятно. То есть, вы уже сами решаете, кто вы, какой трейдер. Консервативный или агрессивный. И после чего уже принимаете решение, какой у вас риск на сделку будет. По данной торговой стратегии. Как я уже говорил, каждый человек он индивидуальность. Кто-то консервативный, кто-то агрессивный. Поэтому решайте сами. Ну и заключительный набор правил. Это по каким правилам открывать и закрывать позицию. Первое правило это наличие импульса. Что такое импульс? Это краткосрочный трендовый участок. Более подробно мы рассмотрим это чуть позже. Вот прям с минуты на минуту. Значит, необходимо, чтобы у нас был импульс. Если импульса нет, мы не торгуем. То есть, как, допустим, необходимо торговать по этой торговой стратегии. Необходимо проводить анализ до европейской торговой сессии. Европейская торговая сессия у нас начинается в 10 по Москве. То есть, до 10 часов. Но в период, допустим, у нас с 9 до 10. Или можно даже, допустим, с полдесятого 10. То есть, примерно минут 30-40 нужно для анализа 10 инструментов. Вот вы выбрали, допустим, 10 валютных пар. Это евро, доллар, фунт, доллар, доллар, иена. Также, допустим, можно использовать австралийский, новозеландский доллар по отношению к американскому. Вот выберите, допустим, несколько ключевых пар для себя. Можно меньше. Можно, допустим, 5 валютных пар или даже только 3 основных валютных пары. То есть, допустим, на одну валютную пару примерно необходима анализа там 1-2-3 минуты в день. Анализируем перед европейской торговой сессией, чтобы у нас был импульс. Импульс – это краткосрочный трендовый участок. Если импульса нет, значит, просто ничего больше не делаем. То есть, необходимо дождаться импульса. Второе главное правило – это чтобы после импульса на следующий день была консолидация. То есть, узкий флет. Флет, допустим, от 10 до 30 пунктов. Небольшой такой флет больше лучше не брать, потому что если больше 30, тут уже не флет. Тут уже определенные присутствуют на рынке шумы. И это нам ни к чему. Нам необходим узкий флет. Узкий флет как раз нам будет сигнализировать о том, что у нас накануне был импульс. Потом у нас идет узкий флет. И как раз узкий флет нам будет сигнализировать о том, что у нас крупные участники рынка, инвесторы, пенсионные и страховые фонды, хедж-фонды, различные корпоративные клиенты. То есть, именно те, кто и двигают валютный рынок Форекс, назовем это таким термином, они продолжают набирать позиции по направлению тренда. То есть, был тренд определенный, потом флет, консолидация небольшая. Здесь идет дальше набор позиций, и дальше мы будем выходить именно по направлению тренда. Вот как раз нам это и необходимо. Поскольку, как я уже говорил, вот здесь у нас ключевое правило. Принцип работы системы – мы торгуем только по тренду. Никакой ни контртренд, ни в канале мы здесь не торгуем. Только лишь по тренду и больше ничего. Тренд из ее френд, так гласит известная биржевая поговорка. Так, уже поступили вопросы, задавайте, пожалуйста. А может узкий флет должен составлять какой-то процент от импульса? Какой примерно? Да, спасибо за вопрос, Виталий. Я лично рассматриваю 0,25% от текущей цены. Допустим, у нас котировка по паре евро-доллар сейчас 1,3466. То есть, 1% – это получается 134 пункта и 0,6. И вот как раз умножаете это на 0,25 или делите на 4. То есть, 136 поделите на 4 и там получается чуть выше 30 пунктов. Но, на мой взгляд, наиболее эффективно все же это максимальное значение. 0,25% цены. Вот я проводил тестирование, проводил исследование по торговой стратегии. 0,25% – это максимум. Лучше все же брать еще меньше, допустим, 0,2%. В общем, 0,25% – это максимум, скажем так, около 30, там, 30 с небольшим, допустим, 32 пункта и не более. Все же, если вы видите, допустим, флэт на 50 пунктов, он с одной стороны флэт, но, тем не менее, это уже не флэт. Нам это неинтересно. Поэтому, скажем так, около 30 пунктов. 20 – это еще лучше. Если, допустим, пунктов 15 – это еще лучше. Чем меньше флэт, тем нам лучше, потому что это будет нам сигнализировать о том, что у нас будет продолжение тенденции. Поэтому, чем меньше, тем лучше. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Что мы делаем дальше? Дальше мы устанавливаем ордер в начале европейской сессии. Как я уже говорил, сессия открывается в 10 утра по Москве до 10. Значит, мы проводим анализ, допустим, в 9 утра посмотрели, с 9, допустим, там, до полдесятого быстренько посмотрели. Даже времени и меньше надо. Здесь очень такой простой эффективный анализ, поэтому времени много не занимает, с одной стороны. И достаточно просто, эффективно, то есть понятно всем. Сейчас я более подробно покажу. И в начале торговой сессии мы открываем лимитный ордер. Торговля ведет столько лимитными ордерами, с рынка не заходим. То есть ставим ордер и все, можно, в принципе, закрывать свой терминал. Дальше уже ждем реализации сценария. Либо сценарий пойдет по нашему варианту, и мы получим прибыль, либо получим убыток. Ничего страшного, убытки нет. Я сейчас как раз покажу вам графики. На этих графиках есть как положительные сделки, так и отрицательные. Хочу сразу же отметить, что эта торговая система показывает как положительные, так и отрицательные сделки. Это логично. Нету такой торговой стратегии в мире, которая всегда бы давала только плюсы, то есть положительные результаты показывала. Всегда есть убытки. Но необходимо отметить, что по данной торговой стратегии у нас соотношение стоп-лосс-тейк-профит 3 к 1. То есть если, допустим, мы агрессивный трейдер, почему говорю про агрессивных, потому что большинство людей все же именно такие трейдеры используют агрессивную торговлю. Я сам в том числе использую агрессивную торговлю, поэтому рассматриваем то, что делает большинство. Так уже исторически сложилось, ничего с этим не поделаешь. Если мы, допустим, агрессивные трейдеры, у нас риск на сделку 4%, как вы видите здесь на слайде. То есть мы 4-5% рискуем и можем заработать 12. То есть 4 риска, 12 дохода, получать соотношение 3 к 1. Достаточно неплохо. И можно сказать, что данная торговая стратегия как раз и показывает вот такое соотношение. То есть, допустим, одна положительная и одна отрицательная сделка. Они примерно чередуются. Вот такое соотношение бывает, допустим, две положительных подряд, потом одна отрицательная. Но в основном вот так вот происходит такое чередование. Плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1. Тем не менее, вы, допустим, 12 заработали, 4 потеряли. У вас 12 минус 4, все равно 8% дохода. То есть позитивный мат ожидания по данной стратегии присутствует. Прибыль у нас есть и доходность достаточно неплохая. Рассмотрим более подробно, что это за торговая стратегия. Сначала я расскажу именно вот на слайдах. Потом уже мы обратимся к нашему торговому терминалу. И посмотрим уже на графиках торгового терминала. То есть мы сейчас рассмотрим, скажем так, несколько торговых сделок, которые были в последнее время, в июне, в июле месяце. Вот у нас такое время низколиквидное. С одной стороны, многие жалуются, низковолатильное время. Многие жалуются на это, что волатильность маленькая, заработать ничего не получается. Тем не менее, вот по данной торговой стратегии импульс, в июне была одна положительная сделка, в июле также была положительная сделка. И в июне была одна отрицательная и также одна закрылась по безубытку. Как ставить безубыток, я тоже про это попозже расскажу. То есть что такое импульс? Для начала рассмотрим. То есть для торговли по данной стратегии нам необходимо два графика. Первый график дневной, дневные свечи. Второй график часовой, часовые свечи. На дневном графике мы определяем импульс. Что такое импульс? Импульс это у нас две подряд одинаковые свечи по телу дневные. Вот здесь у нас я как раз и показал импульс. Вот здесь кружком обведено. То есть вот первая свеча у нас медвежья. Это 1 июля текущего года. Сейчас у нас 24 июля. То есть чуть более трех недель назад была эта сделка. Сделка завершилась в плюс. Минус открываем. Перед европейской торговой сессии. То есть как я уже говорил, сессия открывается в 10 по Москве. Значит допустим в 9.30 или в 9 кому как удобно. То есть если вам удобно пораньше, можете пораньше анализ провести. Но еще раз подчеркну, что именно в 10 мы заканчиваем анализ консолидации. И именно в 10 ровно или чуть позже мы должны установить ордер. Ордер лимитный на открытии позиций всегда устанавливаем в начале сессии. В 10 ровно или в 10.01, в 10.02. Поэтому анализ можно проводить уже непосредственно перед этим временем. Допустим в 9.30. Включайте свой торговый терминал. Включайте дневной график. Вот это пара евро-доллар. Почему пара евро-доллар? Ну потому что она традиционно самая популярная. У всех брокеров абсолютно нет такого брокера, у которого бы пара евро-доллар не занимала первое место по оборотам, по объему торгов. Именно эта валютная пара всегда находится на первом месте. Так сложилось исторически, поэтому именно больше внимания мы сегодня ей уделим. Потому что очень многие трейдеры, большинство трейдеров именно ей торгуют. Вот смотрите, у нас первая свеча, тело ее 14 пунктов. Нам интересно в первую очередь тело свечи. Размер именно тела. 14 пунктов. Вторая свеча у нас тоже такого же цвета, медвежья, цвета красного. И уже тело 20 пунктов. То есть у нас есть первое правило. Это импульс. У нас должен быть импульс. Импульс 1-2 июля. Вот 1 июля, вот 2 июля. Второе правило импульса. Цена закрытия 2 дня, то есть 2 июля, должна быть за минимумом, если у нас тенденция нисходящая, за минимумом 1 дня. То есть вот у нас минимум, вот он обозначен, это уровень. Это у нас минимальное значение 1 июля. И цена закрытия, клоузы 2 дня, клоуз 2 июля должен быть ниже. Если тренд вниз или выше, выше максимума, если тренд вверх. То есть у нас тренд вниз, значит нам интересен минимум, чтобы цена была за минимум. Она у нас ниже на 16 пунктов. Достаточно хороший результат. Минимум по телу свечи или по тени? По тени, конечно, потому что минимум это тень свечи. По телу свечи минимум никогда не определяется. Откройте торговый терминал, там вы увидите свечи. Наведите на любую свечу и там вы увидите open, maximum, minimum, high, low и также клоуз закрытия. То есть для нисходящей тенденции нам интересен low, для восходящей тенденции high. У нас тенденция нисходящая, поэтому мы рассматриваем low. 2 июля закрывается за low 1 июля. А, тут 2 разных видали. Простите, Виталий, поэтому все понятно. Тут 2, значит у нас, простите, сбился уже тут небольшие ремарки в чат. Значит мы говорили о том, что нас интересует low, поэтому у нас цена закрытия ниже low. Это тоже плюс. Это обязательные условия импульса. Мы сейчас рассматриваем импульс. Что такое импульс? Это краткосрочный трендовый участок. Если импульса нет, мы не торгуем. То есть импульсы бывают не так часто. Они бывают примерно, допустим, 2 раза в месяц у нас импульс по той же самой паре евро-доллар, он присутствует. Но бывают месяцы, когда, допустим, 1 раз в месяц, когда, допустим, бывает нет импульса. Но, тем не менее, если импульса в текущем месяце не было, значит в следующем месяце импульс вы увидите. Поэтому сделки, они присутствуют. Количество сделок достаточно хорошее. Значит это второе условие импульса. Третье условие импульса это тело свечи 2 июля должно быть больше тела первой свечи. То есть у нас должно быть ускорение. На второй день мы должны получить ускорение. У нас, видите, 1 июля тело свечи 14 пунктов. 2 июля у нас тело свечи 20 пунктов. То есть оно больше на 6 пунктов. Обязательное правило, что вторая свеча должна быть больше первой. Если вторая свеча наравне с первой, первая свеча 14 пунктов, тело от open до close, тело измеряется. Или от close до open, если тенденции нисходящие. Если, допустим, вторая свеча тоже 14 пунктов, мы это не рассматриваем. То есть еще такое правило. Насколько должно быть тело второй свечи больше на размер спреда? Если по паре евро-доллар спред 2 пункта, значит, как минимум на 2 пункта тело второй свечи должно быть больше. Если пара фунт-доллар, там спред 3 пункта. Спред это разница между покупкой и продажей, между бит и аск в вашем торговом терминале MedTrader 4. Значит, для пары фунт-доллара минимум 3 пункта. Допустим, у нас пара евро-доллар. Первое тело у нас 14 пунктов, плюс 2 пункта спред, значит, второе тело должно быть минимум 16. Не меньше, 16 и больше. Все, что меньше 16, мы не рассматриваем. Оно у нас есть, у нас 20. Значит, правило у нас тоже отрабатывается. И четвертое, заключительное правило, это уже классика теханализа, классика тренда. У нас минимумы и максимумы, они должны повышаться при восходящей тенденции вверх, и при нисходящей тенденции они должны снижаться. То есть максимум первого дня, он должен быть выше, чем максимум второго дня. И, соответственно, минимум первого дня должен быть выше, чем минимум второго дня. То же самое касается на закрытии. Здесь у нас это полностью все отрабатывается. Здесь мы видим максимум выше, здесь он уже ниже максимум, здесь максимум он выше, здесь уже максимум вот он ниже. То есть вот эти четыре ключевых правила, получается даже три, ну да, три-четыре ключевых правила наличия импульса. Уважаемые коллеги, если кому что непонятно, напишите в чат, потому что определение импульса это как раз основа всего. Дальше мы уже будем двигаться по консолидации. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Если всем все понятно, я думаю, достаточно все простое, потому что здесь ничего сложного нет, то есть краткосрочный тренд. Две свечки рассматриваем, вторая свечка больше первой по телу, клоуза второй свечки за экстремумом первой, то есть за минимумом. И также мы должны посмотреть, чтобы была классика теханализа, то есть максимум и минимум они снижались. Тут все понятно. Можно тут еще пример импульса на этом графике кратко. Да, Виталий, спасибо за вопрос. Импульс есть рядом. Вот вы видите первая свеча, вот вторая свеча. Тело второй свечи больше. Вы даже это можете визуально посмотреть. Мы не беремся в подробности, сколько там равен именно в пунктах. Но тем не менее вот здесь вот. И еще также ключевое правило, которое тоже забыл упомянуть, по поводу вот второе, то есть клоуза второго июля, клоуз за минимум первого июля на 13 пунктов. Здесь также необходимо рассматривать, чтобы у нас было не менее 10 пунктов, то есть минимум 10 пунктов. Все, что меньше, нам тоже неинтересно, потому что если у нас, приношу свои извинения, если у нас, допустим, ну, условный пример, минимум 1 июля, я сейчас точно не помню, мы на графике это посмотрим чуть попозже, минимум 1 июля, допустим, 35 ровно, а цена закрытия 2 июля 34.95, то есть всего на 5 пунктов, нам это неинтересно. Нам нужно, чтобы 10 пунктов и больше. Вот это ключевое правило, потому что, вот посмотрите, допустим, здесь вот тоже есть, допустим, маленькое тело, такая обычая свеча, потом здесь мы тоже видим уже ускорение, то есть тело больше, но тем не менее они совпадают, вот они совпадают, и это, и это, то есть совпадает максимум и цена закрытия. Нам это неинтересно, это не импульс. Импульс, он характеризуется тем, что есть ускорение, и он ярко выраженный, это не импульс, он не ярко выраженный. Ярко выраженный, как раз, когда цена закрытия за экстремум, за максимум в данном примере. И вы видите, следующая свеча такая медвежья, то есть не по тренду. Здесь импульс есть, вы видите, что первая свеча, вторая больше, закрытие тоже выше экстремума, мы это тоже вариант рассмотрим, что это была за сделка, и тоже о ней поподробнее поговорим. Почему я как раз и выбрал именно вот этот участок, вот именно область 1 июля, потому что здесь у нас есть два импульса, как вверх, так и вниз, и как раз мы более подробно все рассмотрим. И положительные сделки, и отрицательные, и без убытки, все мы это посмотрим. С одной стороны, я бы мог выбрать участок, допустим, когда был только импульс, показать вам только положительную сделку и все, сказать все. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Приступайте к торговле, а тем не менее, вы, допустим, столкнулись с отрицательной сделкой, и потом вы тоже начали думать, а что же это такое. Мы сегодня рассмотрим все, и положительные и отрицательные сделки, как я уже говорил, они примерно чередуются, одна положительная, одна отрицательная. Тем не менее, соотношение риска доходности 1 к 3, мы, допустим, 4% при агрессивной торговле теряем, 12% зарабатываем, в итоге у нас плюс 8, все равно мы в плюсе, и достаточно хороший плюс. Я считаю, 8% это достаточно хороший плюс за 2 сделки. Значит, если консолидация, простите, если как определять импульс, всем понятно, мы переходим к консолидации. Что это такое? Вот здесь на графике все это представлено. То есть, вот у нас был, значит, импульс, еще раз покажем, 1-е, 2-е июля, здесь теперь уже 3-е июля. Мы переходим к 3-ему июля, часовой график открываем. Значит, вы провели анализ на дневных свечках, посмотрели, есть импульс, на ли импульс присутствует, значит, открываем часовые свечки. Если импульс не присутствует, часовые свечки не открываем. Ждем следующего дня, когда у нас будет импульс. Значит, вот они, часовые свечки, вот он период 3-го июля, вот эта область на графике. У нас достаточно узкая консолидация наблюдается. Вот мы видим, уже после закрытия европейских площадок, они закрываются в 7 вечера по Москве. То есть, после 7 вечера мы уже чертим консолидацию до следующего дня, до открытия европейских площадок. То есть, нам интересны именно самые ликвидные сессии, европейская сессия, она с 10 утра по Москве до 7 вечера. Ну, также можно захватить и 1 час по Нью-Йорку, то есть, до перерыва на обед. Нью-Йоркские трейдеры уходят на ланч в 8 вечера по Москве. Можно, в принципе, рассчитывать и с 10 до 8 вечера. Но период с 7 до 8 вечера ликвидность снижается, но, тем не менее, она достаточно такая приличная. Но она уже ниже, чем была в тот период, когда с 10 до 7 вечера по Москве. Поэтому мы рассматриваем этот период, консолидацию с 7 и с 8 вечера. Ну, возьмем с 8 вечера, допустим, чтобы уже было поточнее. Уже после 8 вечера ликвидность очень слабая, то есть, здесь как раз именно и формируется консолидация. До 8 вечера все, кто хотели, они уже отторговали. Оторговали и европейские участники, Лондон, Цурих, допустим, тот же самый Франкфурт немецкий, Париж французский. И отторговали трейдеры из Нью-Йорка, дилеры банков, потому что они уже в 8 вечера, это у них 12 часов дня по нью-йоркскому времени, они в это время уходят на ланч, на обед. И, соответственно, там уже операции снижаются, ликвидность падает. Поэтому все, кто хотели, отторговали, после этого наступает ликвидность. Значит, с 8 вечера дня накануне, это у нас был 2 июля, с 8 вечера 2 июля по московскому времени, и до 10 утра в среду по московскому времени в терминале, 10 утра по Москве, это 9.00, свеча 9.00. То есть до свечи 9.00 мы анализируем консолидацию. В 9.00 по терминальному времени или в 10.00 по московскому времени мы устанавливаем лимитные ордера. Limit by или sell limit, только лимитные ордера, с рынка мы не входим. Значит, здесь у нас есть консолидация, вот она обозначена вот этими границами. То есть достаточно узкая консолидация, всего лишь навсего 13 пунктов. Я уже говорил, что чем меньше консолидация, тем лучше. Если, допустим, консолидация пунктов 10-15, это очень хорошо, потому что здесь это очень такой ключевой фактор. Поэтому чем меньше, тем лучше, но тем не менее 30 пунктов тоже можно использовать. Значит, консолидация 13 пунктов. 1.36.46 1.36.59 Достаточно неплохо. Потом в 9.00 мы открываем позицию по импульсу. У нас импульс вниз. Мы до этого определили, что у нас импульс вниз. Вот эта свеча. 9.00 это открытие европейских торгов, открытие европейской сессии в 10 ровно по Москве. Мы открываем позицию в направлении импульса от верхней границы консолидации. Верхняя граница консолидации у нас 36.59. Вот она обозначена. 36.59, вот она у нас, эта граница. Мы устанавливаем позицию сел, то есть открываем лимитный ордер, устанавливаем лимитный ордер с сел лимит. В 9.00 по терминальному времени, здесь указывается именно терминальное время, вот свеча 9.00. Устанавливаем ордер на открытие позиции 1.36.59, плюс у нас получается 2 пункта спреда 1.36.61. Здесь небольшая опечатка, не 70, а не 61. Небольшая опечатка, и вот значит у нас здесь получается 36.61, и мы входим. То есть мы верхнюю границу, это у нас 36.59, прибавляем 2 пункта спреда, то есть чтобы у нас была уже чистая прибыль. Не чистая прибыль, а чистый вход, то есть плюс спред. Получается 59.00 плюс 2, 2 спреда по паре евро-доллар, получается 36.61. Мы вошли, устанавливаем лимитный ордер. И все, ждем. Стоп-лосс у нас равен одному размеру консолидации, то есть 13 пунктов. Вот здесь у нас равен стоп-лосс. Сюда мы устанавливаем стоп-лосс, тейк-профит равен 3 размерам стоп-лосса, то есть 3 размерам консолидации, то есть 13 пунктов мы умножаем на 3. То есть у нас стоп-лосс равен 13 пунктам, очень короткий стоп, 36.61 плюс 13 пунктов, получается 36.74 у нас стоп-лосс, и у нас получается 13 пунктов, мы умножаем на 3, 39 пунктов у нас тейк-профит. Смотрите, что происходило дальше по этой торговой стратегии. Мы сначала пробили нижнюю границу, потом пошли наверх, немного прошли наверх, прокол такой верхней границы, после чего мы дальше пошли вниз, и в течение этого дня мы завершили торговый день даже ниже, чем уровень тейк-профит, ниже, чем 1 к 3. Можно было с одной стороны ставить больше, но вот я посмотрел по статистике, по статистике торгового сделка, 1 к 3 соотношение хорошее. Больше уже доходит редко, допустим, достаточно редко доходит 1 к 3,5. 1 к 4 доходит еще реже, поэтому 1 к 3 наиболее эффективно, больше лучше не ставить. Здесь мы получили положительный результат, и мы 3 июля в течение одного дня, даже буквально в течение вот здесь мы установили ордер на этой свечке, здесь мы получили прибыль буквально сколько это, 3-6 свечей, 6 часов. За 6 часов с момента открытия торгового ордера мы получили профит. Если мы агрессивные трейдеры, то мы получили 12% дохода, у нас риск 4% на сделку. Если мы агрессивные, простите, консервативные трейдеры, то у нас риск на сделку 2%, мы получили 60% дохода. Сейчас мы посмотрим уже непосредственно другие сделки, как раз именно вот этот период, когда у нас здесь тоже был импульс, здесь был импульс восходящий, что здесь происходило, здесь был импульс нисходящий. И также вот вы видите, импульс у нас присутствовал и накануне, это вот у нас свеча вторника, 22 июля, это свеча у нас, нет, простите, это у нас получается, свеча уже была понедельник, это вторник и вчера у нас была консолидация, все правильно, то есть импульс у нас был на этой неделе в том числе. И мы тоже рассмотрим, как же можно было действовать на этой неделе. Включим трансляцию рабочего стола, уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет, торговый терминал MedTrader 4. Да, отлично, здесь у нас представлены графики в режиме оффлайн, поэтому они так выглядят непривычно. Если в режиме онлайн графика обычно вылезет вот так вот, то есть белый фон и зеленые и красные свечки, то в оффлайне у нас график выглядит так. Почему в оффлайне? Потому что в онлайне котировки у нас сейчас изменяются, и поэтому мы не сможем посмотреть, что же было на истории. Поэтому обращаемся к режиму оффлайн. Это можно сделать следующим образом. Вот здесь видите файл, открытие автономно, и выбираете график, который вам необходим, и можете проводить анализ. Значит, мы работаем в автономном режиме, смотрим на этот период. То есть вот он у нас, 27 июня, и 30 июня у нас следующая свеча. То есть у нас есть увеличение, то есть есть у нас ускорение, есть у нас импульс. Максимум и минимум они повышаются. Тренд вверх. Второе тело свечи больше, чем тело первой свечи. Клозы. Оно за этим экстремум, за максимум. Все вроде бы хорошо. То есть импульс есть. Теперь переходим на часовые свечки. Нам необходимо консолидации на третий день. Третий день это у нас 1 июля. Переходим на часовой график. Ищем 1 июля. Что у нас здесь 1 июля. Вот вы видите, здесь у нас консолидация. Вот она формируется. Здесь мы чертим одну линию, верхнюю по вот этому экстремуму, по этой тени 3697. И следующая консолидация. Линия она у нас до часовой свечи 9.00. Потому что в 9.00 по терминальному времени у нас открывается европейская сессия. Мы консолидацию определяем до европейской сессии. Вот у нас свечка 8.00. Здесь уже 9.00. То есть минимум 8.00, 36.81. У нас получается консолидация 17 пунктов. 36.97, даже получается 16 пунктов. Сейчас подправим. Вот консолидация 16 пунктов. 36.97 и 36.81. Стоп-лосс мы ставим через 16 пунктов от 36.81. То есть 36.81 минус 16 пунктов получается 36.65. Здесь мы ставим стоп-лосс. Что мы наблюдаем дальше? Вот здесь у нас европейская сессия открылась. 1 июля наш ордер-лимит сработал, потому что мы ставим на нижней границе. У нас импульс был вверх. Вот у нас первая свечка 27.00 июля. Вот вторая свечка 30 июля. Импульс вверх. Значит, мы ставим на нижней границе вход, нижней границе консолидации в направлении основной тенденции, в направлении вверх. То есть здесь мы размещаем лимитный ордер by limit. У нас минимум 36.81. Как раз именно на этой цене мы размещаем, потому что спред уже учтем в цене, скажем так. Если бы позиция была нисходящая, тогда мы прибавляли два пункта. Здесь ничего прибавлять не надо. Прямо пишите в своем торговом терминале. Вот выбираете пару евро-доллар. Если кто не знает, выбираете тип отложенный ордер. By limit вот здесь есть. И устанавливаете сразу же на 36.81. И нажимаете потом стоп-лосс устанавливаете. Take profit нажимаете установить. Здесь мы устанавливаем, значит, 36.81. Стоп-лосс 36.65. Take profit получается гораздо выше, выше 37 фигуры. Мы туда не пошли. Мы здесь сбили эту нижнюю границу. 36.78. То есть наш ордер активировался. Дальше мы немного растем до верхней границы. Потом опять снижаемся. Потом опять растем до верхней границы. Что происходило дальше? Дальше мы видим, что у нас ничего практически хорошего не происходило. Дальше мы увидели, что у нас было снижение. Уже на следующий день 2 июля в европейскую торговую сессию мы получили бы стоп-лосс. На свечке 1.0 по терминальному времени. И вот здесь вы видите, что здесь в период 2 часа дня по терминальному времени мы бы, допустим, могли наш стоп-лосс поставить на безубыток. То есть могли бы выйти по безубытку. С одной стороны это можно делать. Допустим, если вы видите, что в течение дня вот у нас этот день. Нам интересен этот участок. Если мы не увидели продолжение тенденции, если мы не увидели, что цена пошла в направлении импульса, в направлении краткосрочного трендового участка, можно выходить по безубытку. То есть ждать дальше можно уже не ждать. Потому что 50 на 50 дальше либо тенденция будет против нас, уже мы получим стоп-лосс, либо мы получим все-таки тейк-профит. Показывают такие сделки периодически. То есть на следующий день, допустим, здесь мы опять немного консолидируемся и потом уже идем по направлению импульса. То есть здесь примерно 50 на 50. С одной стороны вы можете выходить по безубытку, потому что вы видите, что мы не пошли мы в направлении импульса. Если здесь мы, допустим, на слайде мы рассматривали у нас тенденции, где у нас вот сразу же в течение дня завершилось по тейк-профиту, то есть все было очень быстро, импульс очень быстро развивается. Это очень хорошо. То есть здесь мы видим, что мы консолидируемся опять так же. То есть нет у нас импульса. То есть импульс был два дня, а здесь у нас опять ступор. Вместо того, чтобы дальше он развивался, мы ее это не видим. И здесь можно, допустим, выходить по безубытку, чтобы не получить убыток. Либо можно этого не делать, можно ждать. Здесь уже все на ваше усмотрение. То есть сделки бывают как по убытку, можно закрыться, так и можно закрыться в плюс. То есть когда как получается. В нашем данном случае мы закрылись по убытку. С одной стороны мы получили минус 4% 2 июля. Но здесь вот мы проводили анализ. Здесь мы уже 3 июля получили профит плюс 12%. Если агрессивной торговли получается минус 4, плюс 12, плюс 8% за несколько дней. Как я уже говорил, данная торговая система, она показывает как положительные знаки, так и отрицательные. Поэтому ничего страшного в этом нет. Рассмотрим следующий параметр, формацию, которая тоже была совсем недавно. Вот вы видите, здесь у нас 21 июля, это понедельник, нисходящая такая свеча, небольшой импульс вниз, медвежье тело. Следующая свеча во вторник у нас закрылась, также показала медвежью свечу, закрылась глубоко ниже, чем минимум дня минувшего. Минимум и максимум они последовательно снижаются, тело больше, второе тело больше, чем тело первое. То есть у нас в этом участке есть импульс. На этой неделе, у нас текущий день четверг, 24 июля, это у нас была ситуация понедельника, вторник. То есть мы увидели импульс. Значит в среду мы открываем наш торговый терминал, смотрим, что накануне был импульс, в понедельник и во вторник. Значит переходим на часовые свечки. Часовые свечки 23 июля нам интересно. Что мы здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем консолидацию. Нам интересна консолидация 23 июля до европейской сессии, то есть до свечи 9.00 по терминальному времени, по Москве и Т-10 по Москве ровно. Значит вот у нас свечка 9.00 терминальное время. До нее мы чертим консолидацию. Вот она у нас консолидация. Это у нас минимум консолидации, 34.57. И верхняя граница консолидации, она у нас на отметке 1.34.72. То есть получается 15 пунктов. Тоже достаточно такой небольшой стоп-лосс. Стоп-лосс равен одному размеру консолидации. Как я уже говорил, стопы достаточно такие короткие. 13 пунктов, 15, 25 пунктов. То есть стоп нет таких больших стопов, там пунктов на 50 или на 100. Что мы делаем дальше? В европейскую торговую сессию, момент открытия, свеча терминальная 9.00 по терминалу. Мы открываем ордер лимит, целый лимит на верхнюю границу нашей консолидации. То есть у нас верхняя граница 1.34.72. Мы прибавляем 2 пункта спреда. Получается 1.34.74. Стоп-лосс у нас равен размеру консолидации. Это получается 72 минус 57, 15 пунктов. Прибавляем 72, 89. Так, поступили вопросы. Ничего не показывает, коллеги. Тогда включим еще раз. Напишите, пожалуйста, видно ли трансляцию рабочего стола. Да, отлично. Видимо, небольшой сбой. Так, значит, тогда давайте повторим еще раз быстренько. У нас на этой неделе, в понедельник и вторник, был импульс. У нас тело второй свечи больше, чем тело первой свечи. Вы это видите. Я надеюсь, все хорошо. Все видно и было. Видите, кому-то видно, кому-то нет. Ну, еще раз повторим по-быстрому. Это время много не займет. Секунд 10, 15, прям буквально отвлечемся. Значит, импульс был в понедельник, во вторник. Цена закрытия во вторник, она больше, чем на 10 пунктов минимума дня. Это правило обязательное. Потом тело второй свечи больше, чем тело первой свечи. Правило обязательно. Оно тоже у нас реализовано. Максимум, минимум. Они последовательно снижаются. Классика теханализа, определение тренда. Оно тоже у нас реализуется. Значит, у нас импульс есть. Переходим на часовые свечки. Вот у нас консолидация. Консолидация до европейской сессии, до 9.00 по терминальному времени. То есть, консолидация, вот эта нижняя граница, тень этой свечи минимум. Этой свечи 1,3457. И верхняя граница консолидации, вот она у нас. Максимум этой свечи 1,3472. Получается консолидация 15 пунктов. К этой консолидации, к верхней границе 1,3472 мы прибавляем 15 пунктов для стоп-лосса установки. У нас получается 1,3487. Вот у нас 3,487. Тейк профит у нас равен 15, умножаем на 3, 45. 72 минус 45, это у нас получается 25 и 2,27. То есть, 1,3427 у нас тейк профит. 1,3487 у нас стоп-лосс. Мы устанавливаем, значит, ордер на вход. Момент европейской торговой сессии 9.00 по терминальному времени. 1,3472 плюс 2 пункта спред. В паре евро-доллар спред 2 пункта. Вот здесь 65 и 67. Мы вычитаем, получаем 2 пункта спреда. Значит, мы входим по 1,3474, стоп-лосс 1,3487 и тейк профит 1,3427. Что мы наблюдаем в текущее время? Мы наблюдаем, что у нас сначала сегодня был прокол вниз. Мы дошли до уровня 1,3438. У нас стоп-лосс на 3,427. То есть, до тейк профита мы не дошли. Потом растем вверх. У нас максимум текущего дня 1,3487. Затем мы опять снижаемся. То есть, у нас стоп-лосс не сработал. У нас стоп-лосс 3,487. Максимальное значение текущего дня 3,484. То есть, у нас стоп-лосс не сработал. Текущая котировка 1,3464. Мы входили по 34,74. У нас получается плюс 8 пунктов. Потому что вот текущая котировка 65 по ASK. Мы входили 74 по BIT. Плюс 9 пунктов мы имеем на текущее время. Что в этом случае можно делать? Как я уже говорил, если, допустим, у нас не было накануне продолжения импульса. У нас импульс был, допустим, 1 июля, 2 июля. 2 импульс, 3 июля консолидация. Однако, 3 июля мы импульс не увидели. Тогда можно 4 июля ставить на стоп-лосс без убыток. Чтобы мы уже ничем не рисковали. Либо будет, либо не будет. Либо можно ждать. Возможно, мы все-таки пойдем ниже этого уровня. И дойдем до нашего тейк профита. Вот сегодня мы к тейк профиту шли. Но немного не вошли. Сегодня мы по тейк профиту прошли расстояние 34 минимума. 38 у нас минимум. Плюс 2 спред, это 40. Мы заходили по 74 по беду. То есть, получается, 34 пункта у нас было профита максимально в течение дня. А у нас стоп-лосс 15 пунктов. То есть, соотношение сегодня... Если бы было у нас 1 к 2, то есть 1 стоп-лосс, 1 риск, 2 доход. Тогда сегодня наша сделка закрылась в плюс. Если бы соотношение было 2 к 1. Наше соотношение 3 к 1, поэтому сегодня оно у нас не закрылось. Что делать в этом случае, я уже говорил. Либо сегодня можно было ставить без убыток, потому что вчера у нас не получилось развитие импульса. Либо все-таки ждать. Здесь уже наличное дело усмотрения каждого трейдера. Что касается данных торговой стратегии, то у нас, если смотреть по этому году, у нас в январе был импульс отработан в плюс, в апреле был импульс в плюс. Также импульс был в плюс отработан и в мае, в июне был в плюс, в июле вот мы увидели в плюс отработан 3 июля. Также я уже говорил, что у нас были и убыточные сделки. Вот мы смотрели в конце июня убыточная сделка. Также убыточные сделки были в мае месяце. Одна сделка. То есть есть положительные сделки, есть отрицательные сделки. Но даже при соотношении, допустим, один к одному, одна положительная и одна отрицательная сделка, вы все равно получаете доход. Вы получаете доход, допустим, 4 потеряли, 12 заработали, все равно плюс 8 вы заработали в итоге. Позитивный мат ожидания мы имеем. Уважаемые коллеги, наш вебинар подходит к завершению. Сдавайте, пожалуйста, свои вопросы. Алгоритм, я надеюсь, всем понятен. Такой алгоритм применяется на каждой валютной паре. То есть смотрим импульс на двух свечках, потом консолидацию узкой и потом ставим ордер. Ранее я спрашивал про процент консолидации от импульса. Я не очень понял ответа. Если импульс был 100 пунктов, то какая консолидация? Вы знаете, импульс, вы неправильно смотрите на импульс. Сейчас я вам объясню, что такое импульс. Вернемся немного на слайд. Импульс у нас это наличие двух свечек одинаковых с одинаковым телом. Чтобы второе тело было больше, чем первое, чтобы второе тело закрывало экстремум минимум. И чтобы оно у нас все минимумы и максимумы снижались при нисходящей тенденции. Что я касательно говорил в процентном отношении. Смотрите на текущую котировку, допустим, пары евро-доллар. Текущая котировка 1.3469. 1% от данной цены, 1.3469, означает 134 пункта. И тогда мы получаем необходимую консолидацию использовать не более 0,25%. То есть мы 134 делим на 4. Вот сейчас я разделю. 134 мы делим на 4. И тогда у нас получается, если 30 пунктов это 120, остается у нас 14, мы делим на 4, 3. Ну то есть чуть больше 33 пунктов, там 33 с копейками. Вот как раз это и есть в процентном отношении консолидации. Допустим, пара фунт-доллар. У нас пара фунт-доллар, текущая котировка 1.6975. 1% от этой котировки означает 169 пунктов. Максимальный размер консолидации 0,25%. То есть 169 делим на 4. То есть мы берем 1% цены и делим на 4. Вот допустим, пара евро-доллара 1.3467 умножаем на 1%. Получаем 134 с копейками пунктов. И эти 134 мы делим на 4. И вот получаем максимальный размер консолидации третьего дня. Первые два дня у нас определяются как импульс. Первый, второй день. И на третий день определяется узкая консолидация. И потом идет дальше прорыв в направлении импульса. Надеюсь, я правильно объяснил. И еще консолидация считается от суммы пунктов 2 дней или только от 2 дня. Консолидация считается именно по сумме пунктов. Давайте еще раз обратимся. Вот здесь консолидация. Вот здесь у нас нижняя граница консолидации. Это вторая половина второго дня. То есть после 7 вечера по Москве, после 8 вечера, если брать нью-йоркских трейдеров. То есть после 8 вечера по московскому времени. Вот смотрите, у нас сейчас время 6 вечера. 6.04 по Москве. Мы можем чертить консолидацию через 2 часа. Вот у нас будет 8 часов по московскому времени. И вот первая свечка сейчас у нас получается в терминале. Торговая свеча последняя 17.00. Следующая будет 18.00. И вот со свечи 19.00 можно уже чертить консолидацию. Вот в период от 19.00 дня накануне до следующего дня, до периода 9.00 по терминальному времени. Вот от максимума до минимума мы чертим консолидацию. В нашем примере она равна 13 пунктам. Если есть вопросы, задавайте еще, пожалуйста, уважаемые коллеги. Я в соответствии отвечу на ваши вопросы. Как вы видите, система достаточно простая. То есть ничего сложного в ней нет. Смотрим сначала дневной график, потом переходим на часовые свечки. Чертим консолидацию. Консолидация от минимума до максимума. И на свече 9.00 по терминальному времени или в 10 по Москве. По нашему московскому времени мы ставим лимитные ордера. Если тенденция вверх, импульс вверх, значит buy limit. Тенденция вниз, sell limit. Все очень просто. Соотношение stop loss, take profit 1 к 3.00. 1 stop loss, 3 take profit. Также можно использовать без убытки. Если в течение дня текущего импульс не развивается, то в конце дня ставим без убыток. Stop loss переводим без убыток и мы ничем не рискуем. По фунту сегодня может быть импульс. Хороший вопрос. Обратимся тогда к нашему торговому терминалу. Включим трансляцию рабочего стола. Открываем дневные свечки. Да, вполне может быть импульс. Вторая свеча больше, чем первая. Максимум выше. Второй максимум ниже. Здесь минимум выше. Второй минимум ниже. Если цена закрытия у нас, смотрите, минимальное значение первой свечи у нас 1.7023. Нам нужно минимум 10 пунктов. То есть вычитаем 10 пунктов, получается у нас минимальная, то есть клоуза вот этой свечи должно быть как минимум 1.7013. То есть 1.7023 минус 10. Если мы увидим закрытие текущей дневной свечи 1.7013 и ниже, то у нас импульс есть. Затем переходим на часовые свечки, чертим консолидацию от минимума до максимума, ставим лимитный ордер, sell limit на продолжение исходящей тенденции. Вот вам, пожалуйста, свежий пример на графике. Пока что у нас в данный момент формируется такой вот краткосрочный трендовый участок. У нас формируется импульс. Сегодня на нашем вебинаре по обзору рынка мы говорили, что следим за розничными продажами в Великобритании. Продажи выходят негативные, продаем пару фунт-доллар. Сегодня продажи вышли негативные, хуже медиана прогнозов. И вы видите, что пара снижается. Сегодня также я указал на нашем вебинаре по обзору рынка, что сегодня отчет по розничным продажам, он ключевой. Сегодня мы, он растает все точки над И, и сегодня мы увидим тренд. Отчет хороший, тренд вверх, отчет плохой, тренд вниз. Как вы видите, все отрабатывается. Отчет плохой, мы видим тренд вниз. Отчет сегодня ключевой. Поэтому всех приглашаю в наши вебинары по обзору рынка, который мы проводим ежедневно с понедельника по пятницу в одно и то же время в 10.30 по Москве. Арсель помогает, как я уже говорил, данная торговая стратегия, она безиндикаторная. Вот здесь все указано. Каким индикатором будем пользоваться? Безиндикаторная торговая система, поэтому RCI нам ничем не помогает. Индикаторы мы не используем совершенно. А ваш обзор это который? По какой там теории? Вы имеете в виду, Виталий, обзор рынка, который мы проводим. Мы проводим ежедневно вебинары в 10.30 по обзору валютного рынка. Это отдельный вебинар, который мы проводим ежедневно. Мы делаем обзор по фундаментальному и техническому анализу валютного рынка Форекс. Если вы ни разу не были, приглашаем вас принять участие. Завтра у нас вебинар в 10.30 по Москве. Принять участие можно на нашем сайте. фрешфорекс.ру, раздел обучения, видеоуроки. На всех инструментах можно применять. Большое спасибо за вопрос. Да, валютная пара подходит все. Но главное правило, как я уже говорил, определяем, чтобы был импульс на дневных свечках. Чтобы было ускорение, чтобы максимум и минимумы слежались или росли последовательно. Чтобы закрытие было за экстремумом. Чтобы все эти правила были четко отработаны. Бывает так, что, допустим, какое-то правило из этого не отрабатывает, значит у нас импульса нет. Все правила должны быть отработаны, значит у нас импульс есть. Если первый день дочь, то он считается за импульс. Первый день должен быть всегда хотя бы на размер спреда показывать тело. То есть тело как минимум должно быть на размер спреда. Допустим, по паре евро-доллар размер спреда 2 пункта, значит тело должно быть не меньше 2 пунктов первого дня. Меньше двух пунктов мы в расчет не берем. Если пара фон-доллар, значит спред три пункта, значит тело как минимум три пункта. Три пункта и выше, два пункта и выше. На размер спреда. Так, еще, значит, по какой теории? Просто у вас был в терминале. А что именно у меня был в терминале, уточните, пожалуйста. Не совсем понятно. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас еще есть немного времени. А, был RCI, да, вы знаете, это у меня в терминале, сейчас покажу. Эти графики я использую для нашего обзора, как раз именно ежедневного обзора валютного рынка Forex. Как раз я здесь и рассматриваю технический анализ и фундаментальный анализ, поэтому здесь представлены RCI и уровни поддержки и сопротивления. Поэтому ничего не пугайтесь, это не относится к данной торговой стратегии Impulse. Это немного из другой уже торговли, из другого обзора, из другого анализа. Эти графики, они для анализа по ежедневному обзору валютного рынка Forex, который мы проводим ежедневно в 10.30 по Москве. Здесь RCI уже ничем не помогает. У нас торговая стратегия безиндикаторная, торговая система Impulse. Определяем Impulse, два дня, потом консолидация и ставим лимитные ордера по направлению основной тенденции. Вот как вы уже отметили правильно, сейчас формируется Impulse по фунту, поэтому смотрим, сформируется он или нет, смотрим за консолидацией. Если будет узкая консолидация, значит торгуем. Как я уже говорил, наиболее разумно менее 30 пунктов. Что по паре евро-доллар, что по паре фунт-доллар. Если консолидация менее 30 пунктов, это хорошо. Чем меньше, тем лучше. Поэтому, если, допустим, завтра по фунту будет консолидация пунктов 40, 45, 50, мы уже ее не рассматриваем. Это очень большая консолидация. То есть, вчера, сегодня у нас формируется Impulse, завтра консолидация. До европейской сессии консолидация, допустим, пунктов 20, 25, ну, можно 30 даже, не выше, 30 и менее. И если у нас все правила отработаны, мы в 9.00 по терминальному времени или в 10.00 по московскому времени устанавливаем ордер на открытие позиции. Ордер лимитный, sell limit, stop loss, один размер консолидации, take profit, три размера консолидации, то есть 1 к 3, и ждем, что же у нас будет по данной сделке. Все достаточно просто. Много времени не занимает, как вы видите. Уважаемые коллеги, задавайте еще, пожалуй, свои вопросы, если они есть. Если вопросов нет, мы будем завершать наш вебинар. Если первый день был 50 пунктов, второй день 100 пунктов, все равно консолидация не более 30. Да, все верно, Виталий, вы все совершенно верно отметили. Первый день 50, второй 100, консолидация менее 30. Третий день. Консолидация в третий день до европейской торговой сессии. Еще раз подчеркну. На самом деле, посмотрите на историю, как раз в большинстве случаев и происходит, что консолидация как раз менее 30 пунктов, там пунктов 20, 13, 15. Даже хоть если Виталий, у нас, допустим, первый день будет 200 пунктов, второй день будет 500 пунктов, нам на третий день нужно не более 30. Узкий флэт. Это ключевое правило торговой системы импульс. Сколько угодно может быть накануне свеча, там хоть тысячу пунктов, нам нужно не более 30. Все достаточно просто. Сделки бывают, как я уже говорил, они примерно чередуются. Одна положительная, одна отрицательная, поэтому негативных сделок не бойтесь, это все нормально. Но тем не менее, как я уже говорил, у нас присутствует позитивный мат ожидания. Допустим, мы 4 потеряли проценты, 12 заработали, плюс 8. Достаточно хороший результат, что в этом плохого. Система показывает работу в плюс, показывает доходность, система рабочая. Если вы хотите что-то в ней изменить, пожалуйста, ради бога, меняйте все на ваше усмотрение. Я вам дал образец, дал вам готовую стратегию. Вы уже сами можете для себя что-то, допустим, видоизменить. Возможно, соотношение вам будет больше нравиться 1 к 2 или 1 к 2 с половиной. Вот сегодня, как вы видели, по паре евро-доллар при соотношении 1 к 2 мы бы получили доход. При соотношении 1 к 3 мы пока дохода не имеем, у нас по-прежнему позиции открыты. То есть топ-лосс мы не получили, сегодня тоже у нас импульс по евро-доллару, но и тейк-профит мы тоже не получили 1 к 3. А 1 к 2 мы бы тейк-профит получили. Поэтому экспериментируйте, возможно, вам понравится 1 к 2, возможно, 1 к 2 с половиной. Все в ваших руках. Я вам дал, скажем так, тренд, дал вам направление 1 к 3. Соотношение, импульс, консолидация, лимитные ордера. Все очень просто. Вы уже сами смотрите, возможно, что-то подкорректируете. Когда еще будет серия вебинаров, как вчера? Вы знаете, в ближайшее время пока что не будет, но обязательно мы будем проводить онлайн-конференции. Они у нас постоянно проводят в нашей компании FreshForex. Среди за носом на нашем сайте FreshForex.ru Вчера мы конференцию провели очень хорошую, и в ближайшее время мы тоже проведем очередную онлайн-конференцию. Обязательно всегда будем проводить. А после скольких часов можно ставить без убыток или нет продолжения. Как я уже говорил, без убыток в конце дня, допустим, по московскому времени. Открыли позицию с утра, в 10 утра по Москве, в 12 часов ночи по Москве или в 11 ночи. Смотрите, если импульса нет, то есть нет продолжения импульса, тенденция такая вялая, угасает тенденция. В 11 вечера или в 12 вечера текущего дня можете поставить без убыток. Перевести стоп-лосс без убыток, чтобы ничем не рисковать. Или, допустим, можете, если вы любите поспать, то тогда просыпайтесь на следующий день, открывайте опять свой терминал перед европейской сессией и уже ставьте без убыток на следующий день перед европейской торговой сессией. Можете без убыток вообще не ставить, потому что бывают такие сделки, когда, допустим, импульс затухает, цена идет к стоп-лоссу, бывают сделки, когда импульс затухает, но, тем не менее, через день, на следующий день, простите, он опять импульс вновь появляется, и тенденция по тренду, мы получаем наш тейк профит 3 к 1, поэтому здесь уже все наличное усмотрение. То есть, есть такие сделки положительные, есть сделки отрицательные, здесь уже вы сами можете посмотреть, что вам больше подходит. Либо ставьте без убыток, либо не ставьте. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, то мы завершаем наш вебинар. У нас уже и так много времени, мы уже сегодня посвятили этому вебинару. Надеюсь, что всем было все понятно. Система очень простая, можете ее использовать, применять, можете что-то подкорректировать на свое усмотрение, потому что, когда ничего не бывает идеального, совершенного, всегда в мире что-то можно подкорректировать, что-то можно исправить и доработать. Поэтому все в ваших руках. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Завтра по традиции в 10.30 проводим вебинар «Ежедневный обзор рынка». Приглашаю всех желающих принять участие. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...